От столичного региона до Тихого океана такова география распределения призывников из Верхней Волжи. Об этом рассказали журналистам в областном военкомате, где прошла пресс-конференция, посвященная осеннему призыву. Уже четыре дня, как в Тверской области, идет осенний набор новобранцев. На территории региона работают 39 призывных комиссий. Отправка в войска, а также в министерство и ведомство, где существует срочная служба, начнется 16 октября. При этом в областном военкомате отметили, что исполнять свой гражданский долг наши земляки будут только там, где не свистят пули. В рамках специальной военной операции на умерение действует только военнослужащий по контракту. Перезывники не направляются. Также перезывники не будут проходить службу на новую территорию Российской Федерации. Это неоднократно заявлял наш Верховный военкомандующий. Самопризывная кампания будет проходить по стандартному сценарию. Погону наденут все, кто имеет гражданство России, годен к воинской службе. И кому исполнилось 18 и еще не стукнуло 27 лет. При этом никаких повесток по электронной почте и тем более по мессенджерам рассылать не будут. Повещение будет производиться бумажным повестком и заказным письмом с уведомлением. Это письмо заказное. То есть получается через почтовый орган. И выращает его почтальник. Из-за нововведений стоит отметить увеличение штрафов для уклонистов. Теперь они могут доходить до 30 тысяч рублей. В Минобороны отмечают, что те призывники, которые имеют полезные навыки, получат преимущество в армии. Например, кто хорошо разбирается в IT-технологиях. Либо умеющие водить грузовые автомобили или гусеничную технику. В последнем случае кадры для вооруженных сил помогают формировать ДСААФ. Мы получаем людей от комплектующих поэмерческих комиссариатов области. Готовим водителей различной категории. Это С, А, Т, Е, механики-водители гусеничных тягачей, топливомаслозаправщики, водители механики кранов автомобилей. И все эти люди потом уходят по призыву в армию целенаправленно. Служить жителей Тверской области могут отправить практически по всем регионам страны. От Балтики до Тихого океана. При этом в военкомате, вопреки многолетней традиции, не стали называть количество срочников, которые планируется поставить под ружье нынешней осенью. Видимо, специальная военная операция все-таки накладывает свой отпечаток и на призывную кампанию.